Ребят, всем привет! Меня зовут Денис, мне 28 лет и живу я в Нью-Йорке. Сегодня я вам расскажу о том, что же происходит на сегодняшний день в Нью-Йорке, связанное с коронавирусом, как Белый дом заботится о гражданах, о тех людях, которые живут на территории Соединенных Штатов, и что же происходит в повседневной жизни людей, которые столкнулись сегодня с этим вирусом. Ну и, конечно же, еще много всего интересного. Поэтому смотрите, получайте удовольствие. Хочу обрадовать вас, и, наверное, все радуются, когда слышат какие-то позитивные новости, связанные с коронавирусом. Это то, что цифры показывают спад в распространении вируса по Соединенным Штатам и по Нью-Йорку в том числе. Спад, конечно же, не только распространения, то есть новых кейсов, но и также спад в смертности населения в связи с вот этим вот вирусом. К сожалению, цифры пока еще высокие, и на сегодняшний день составляют больше, чем 800 тысяч заболевших всего в Соединенных Штатах, из которых больше, чем 45 тысяч, почти 46 тысяч человек умерли. Если говорить о Нью-Йорке, то в Нью-Йорке больше, чем 250 тысяч заболевших, из которых больше, чем 20 тысяч умерших. Из этого всего числа больше, чем 14 тысяч умерших только в штате Нью-Йорк. И из этих 14 тысяч около 70% только в самом городе Нью-Йорк. И, к сожалению, есть еще цифры, и эти цифры около 4 тысяч человек в самом Нью-Йорке, это люди, которые умерли от того, что медицинская система направила все свои ресурсы, все свое внимание на погашение распространения вот этой эпидемии, на погашение снижения вот этих цифр смертности, и обделила вниманием, к сожалению, тех людей, которые находились в критическом состоянии, но они были больны какой-то другой болезнью, то есть кто умирал от рака, кто от диабета, кто еще от каких-то других болезней. И, к сожалению, эти цифры очень высоки, и я искренне сочувствую людям, кто потерял из-за этого своих родственников и родных. Хорошая новость это та, что статистика набирает положительный ход, скорость распространения вируса, она замедлилась, и она начинает опускаться по количеству заболевших в день. И еще можно сказать, что это, наверное, хорошие новости. Губернатор штата Нью-Йорк вчера, если я не ошибаюсь, разговаривал с мистером Трампом, с президентом Соединенных Штатов, и они решили, что для того, чтобы возобновить деятельность Нью-Йорка, тестирование населения будет увеличено в два раза. То есть вместо полагающихся 20 тысяч тестов, которые должны делаться в день, будут направлены 40 тысяч тестов. Потому что, как вы знаете, Нью-Йорк составляет очень большую долю экономической деятельности Соединенных Штатов. То есть здесь сконцентрировано очень большое количество финансовых компаний, очень большое количество компаний мирового значения. Поэтому, скажем так, экономическое здоровье Нью-Йорка очень важно не только для самого Нью-Йорка, но и для Соединенных Штатов в общем. Что еще хотелось бы заметить? Что, как такового, запрета на выход из дома у нас нет. То есть мы можем выходить из дома, когда нам хочется. То есть по определенной, конечно, потребности. Не просто пораспространять вирус или поспособствовать распространению вируса. А если, например, нам нужно выйти, подышать свежим воздухом или выйти в магазин, или погулять с детками, или выгулить животное, то никто из полицейских, как говорят в СМИ, не ходит за тобой, не контролирует, куда ты идешь, не проверяет, есть ли у тебя какая-то бумага. Ваши документы, пожалуйста. Что тебе нужно идти в магазин, или в аптеку, или еще куда-то. Люди сознательно выполняют вот эти вот рекомендации и правила, которые исходят от государства. И если так прогуляться по улице и посмотреть, сколько людей гуляет, то на самом деле не так уж и много людей вы насчитаете. Если посмотреть, например, на парки большие, то да, в парках гуляет много людей. В большинстве своем люди больше бегают, выходят на пробежку в парк, потому что свежий воздух, потому что меньше возможности заразиться. Что самое интересное, людей на улицах нет. Если вы, например, проедетесь по Манхэттену, людей, ну, вы сосчитаете по пальцам. Но машин на дорогах стало очень много. То есть даже вчера я простоял, когда я ехал из Манхэттена в Бруклин. Это был, как бы, по идее, вечерний час пик. Это было 5 или 6 часов вечера. И я попал в пробку на Бруклинском мосту. Я был очень сильно удивлен. И я так себе подумал, если сейчас, когда машин в принципе не так много, наверное, не знаю, 20% машин от всех, которые обычно находились в Нью-Йорке, то что же будет тогда, когда все машины вернутся к своей обычной деятельности? То есть, когда закончится вся эта пандемия, что же будет с Нью-Йорком? И что за сумасшедшие пробки? И по какому количеству баллов можно будет судить об этих пробках? Я даже не знаю. Наверное, миллион баллов. Если вы выходите в магазин, то да, в магазинах все еще есть очереди. Потому что люди соблюдают все же вот это вот social distancing или социальную дистанцию, вот эту 2 метра или 6 фит по американским меркам. И плюс, к тому же, магазины регулируют, сколько человек могут находиться в магазине в одно и то же время. То есть, насколько я знаю, в магазине, где мы были, мы были в магазине Whole Foods в пятницу, буквально перед Пасхой. Мы простояли хороших минут 45 в этой длинной-длинной очереди. Перед нами, наверное, было человек 50, может даже больше, может 60, потому что очередь длилась так вокруг всей парковки. А парковка в таких магазинах, как Whole Foods, она очень большая. И мы простояли добрых 45 минут в этой очереди. Это была пятница, очень многие люди закупались продуктами на выходные. Можно было понять, что была такая очередь за продуктами. Продуктовые магазины все работают. Не работают бары, не работают рестораны. То есть, рестораны работают частично. Они предлагают свою еду только на вынос или на доставку. То есть, вы можете заказать на их сайте или через специальные приложения, и вам доставят еду прямо домой. Или же вы выйдете, подышите свежим воздухом, заодно заберете свой любимый обед из своего любимого ресторана. И в этом нет никакой проблемы. Очень многие магазины, очень многие рестораны отказываются от принятия наличных, от принятия кэша и перешли только на безналичный расчет, то есть карточкой. Почему так? Наверное, для того, чтобы исключить дополнительные какие-то источники заражения. Потому что, как вы знаете, на деньгах очень много микробов, очень много, то есть деньги очень-очень грязные сами по себе. И, наверное, люди для того, чтобы исключить еще одну причину заражения, отказываются от кэша. Насчет госпиталей. Что можно сказать? Я каждый день, как вы знаете, так как основные бизнесы не работают, и работают только те бизнесы, которые связаны с нашей ежедневной жизнью, то есть это продуктовые, это медицина, это транспорт. Я в основном вожу, особенно в утреннее время и вечернее время, работников госпиталей. И от них даже сегодня я вот вез нескольких человек, и они сказали, что, к счастью, вот это вот количество, которое было сумасшедшее новых госпитализирующихся людей каждый день, оно идет на спад. И, кстати, я вез людей, которые не из самого Нью-Йорка, которых, скажем так, направили из других штатов, добровольно, скажем так, направили из других штатов. Я вез людей из Техаса, то есть это самый юг Соединенных Штатов. Я вез людей из Аризоны, я вез людей из Северной Каролины. И они сказали, что, скорее всего, они будут уезжать намного быстрее, чем они думали, потому что вся вот эта вот, весь разгар вот этой эпидемии в Нью-Йорке, он идет на спад. И уже местные работники, сами нью-йоркцы, будут справляться с коронавирусом. Как я понимаю, потребность в медицинских масках и в перчатках, она уходит чуть-чуть на нет, потому что начинают поступать уже продукции из Китая, из других стран, как помощь. Единственное, что я знаю, потребность госпиталей в вентиляторах легких, она очень-очень сильная, потому что если количество тех людей, которым нужна вентиляция легких, останется таким же, как оно есть на сегодняшний день, то на данный момент вентиляторов легких хватит всего лишь на одну неделю. То есть после этой недели вентиляторы легких закончатся, и врачам нужно будет выбирать, кому давать вентиляторы, кому не давать вентиляторы. То есть им нужно будет решать судьбы, так сказать, заболевших, что очень-очень неприятно и очень-очень на самом деле меня удивляет, потому что я всегда думал, что медицинская система Соединенных Штатов, она устроена так, что они готовы практически к любой ситуации. Но я, наверное, заблуждался чуть-чуть, потому что, как показывает наша практика на сегодняшний день, то ни одна страна в мире не была готова к вот таким вот последствиям вируса, которые захватили, грубо говоря, весь мир за, не знаю, за месяц, за два месяца. То есть это страшно. А сейчас новость для тех, кто любит обсуждать Америку как одну из тех стран, которая любит плевать на своих граждан, которые не беспокоятся ни о чем, кроме как о деньгах и им на людей полностью наплевать. Я хочу вам сказать, передать большой привет и сказать о том, что сейчас уже принялся закон о том, чтобы людям выдавать по 1200 долларов. И он принялся не сегодня, он принялся ранее. И уже на прошлой неделе я вез людей, которые уже получили по 1200 долларов на человека. И для тех, у кого какие-то проблемы с банковским счетом, IRS, потому что эти деньги идут от налоговой системы, которая называется IRS, выписывает чеки и высылает на почту. То есть вы получаете чек на 1200 долларов на каждого человека в семье, на каждого взрослого человека в семье, и по 500 долларов на каждого ребенка. То есть в нашем случае, если у нас двое взрослых и двое детей, то мы получим 3400 долларов. Что я вам скажу, это достаточно хорошая помощь, учитывая то, что эти деньги, чтобы заработать и отложить эти деньги, мне нужно было бы работать больше, чем полмесяца. Далее, у них возникла такая идея, и они сейчас об этом думают, чтобы каждому человеку давать по 2000 долларов каждый месяц, если вот эта вот вся пандемия затянется на долго, если сейчас действуют ограничения до 15 мая. То есть если до 15 мая мы не увидим никакой спад распространения, никакой спад в смертности, то они, скорее всего, подпишут эти документы на то, чтобы выдавать каждому человеку по 2000 долларов, что в свою очередь будет покрывать аренду жилья, или кредит на дом, или кредит на машину. То есть людям будет намного проще выживать в этих условиях. Плюс, ребят, на эти деньги можно покупать еды сколько хочешь, потому что еда здесь вообще не стоит в каком-то приоритете, я бы даже сказал, или в каком-то дефиците, потому что, ну, я не знаю, как можно умереть с голода в США. Я слышу очень много комментариев по этому поводу, что американцы будут умирать с голода. Американцы никогда не будут умирать с голода. Я хочу это заявить на целый мир, что с чего-с чего, но точно не от голода. Сколько здесь есть еды, и еда в избытке, к сожалению, или, к счастью, на данный момент, что у Америки с едой никогда не будет проблем. Есть еще одно предложение, которое поступило на рассмотрение, о том, чтобы перечислить по 25 тысяч долларов каждому из тех людей, кто является работником вот этих вот основных бизнесов. Essential Business Workers. Я думаю, это тоже будет достаточно большая такая мотивация и поддержка для тех людей, кто сейчас составляет вот эту вот переднюю линию, кто напрямую контактирует с людьми, которые заразились коронавирусом, и которые даже не взирая на то, что они могут заразиться, что это грозит ихней жизни, они все равно пытаются как-то поучаствовать в борьбе с этим вирусом, пытаются как-то изменить ситуацию в лучшую сторону. И я искренне говорю всем людям, кто сейчас работает, кто сейчас работает в медицинской сфере, в транспорте и во всех бизнесах, которые сейчас все еще остаются в работе, я вам хочу сказать большое спасибо за то, что вы есть, и за то, что вы помогаете людям существовать как можно комфортнее, как можно безопаснее. Спасибо. Ну и что же, ребят, я думаю, на сегодняшний день достаточно новостей, их выходит немного, и в основном они, к сожалению, связаны с треклятым вирусом, но вы должны быть информированы, потому что это то, что сейчас тревожит весь мир. Я вам желаю крепкого здоровья, я вам желаю хорошего настроения, вы уже, наверное, привыкли сидеть дома в изоляции, наверное, нашли кучу интересных вещей, чем можно заниматься, развиваете кучу разных хобби, о которых вы мечтали с самого детства, накупили разных интересностей для того, чтобы проводить хорошее время дома, и, конечно же, с пользой. Я вам желаю удачи в этом. Ребят, я вас всех люблю, целую, обнимаю, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайки, и я вам за это очень благодарен. Я вас люблю, обнимаю, и до новых встреч. Бай-бай.